Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей город в студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях вторника 25 сентября. Смотрите в ближайшие минуты. А что это два года сейчас? Он людей убил. Пожизненно. До расстрела. Пьяных водителей приравняли к террористам. Помогут ли такие меры навести порядок на дорогах? Хочу слона. Теперь такое желание стало реально для каждого калининградца. Зоопарк ищет опекунов для своих подопечных. Первым делом самолета стройка взлетной полосы Девау признана незаконной. Прокуратура настаивает на сносе еще не построенных домов. Но опять-таки мы этого не можем запретить, не можем кого-то шантажировать, что мы там будем подавать суд или что-то еще. Церковь вне политики. РПЦ требует от кандидатов не использовать в агитации изображение храма Христа Спасителя. Здесь у нас представлен мундир легкого пехотинца, егерского полка. Панталоны со времен Наполеона. В историко-художественном музее представили самое дорогое белье солдат эпохи Отечественной войны. И главное событие вторника. В Калининград сегодня приземлился чартерный самолет футбольной команды «Зенит». Усиленная мера охраны, продажа билетов в рекордные сроки, разделение трибун болельщиков к этой игре готовились за несколько месяцев. Стоит отметить, что «Зенит» и «Балтика» ни разу не встречались в рамках Кубка России. Но зато неоднократно выходили на поле в рамках чемпионата страны. Последний сезон высшей лиги калининградцы провели 14 лет назад. В итоге три встречи закончились в ничью, в трех встречах петербуржцы уступили. Начало игры обещало быть жарким. С того начала матча за игрой следила наш специальный корреспондент Анна Николаевич. И одна из первых узнала исход матча. Подготовка к матчу со стороны полиции началась еще несколько недель назад. Охрану правопорядка обеспечивают более 1300 сотрудников полиции и МВД. Вход лицам в алкогольном опьянении со спиртными напитками и колючью режущими предметами закрыт. Калининградские болельщики раскупили все билеты. Это больше 16 тысяч штук. Фанаты «Зенита» прошли маршем по Ленинскому проспекту до стадиона «Балтика». Полиция выставила дорожные патрули с самого утра. Сотрудники ГИБДД не разрешали парковаться машинам вблизи стадиона. Если фанаты не будут мешать движению, то и проезд на улицах города полиция не перекроет. Мы спросили у болельщиков, с каким настроением они идут на эту игру. Так как мы калининградцы, мы, соответственно, болеем за «Балтика». А какие ожидания от матча? Какие? Самые хорошие. «Балтика» выиграет. Но, опять же, ничья в доп. время. Да, ничья в доп. время. Дополнительное время и по пенальти. 4-3. А сейчас мы ожидаем просто победы. 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 Одно только слово. Победы. Каждый из болельщиков предполагал свой исход игры. Большинство фанатов победу предвещало питерскому «Зениту». Итог матча сейчас вы видите на ваших экранах. Анна Николаевич, Дмитрий Казаков. Прямое включение со стадиона «Балтика». Специально для службы новостей город. Ну а теперь к другой теме. Сажать не на 9 лет, а на 15. А штрафы увеличить как минимум в 20 раз. Такие меры хотят применить, чтобы дисциплинировать пьяных водителей. Навести порядок на дорогах решили депутаты Госдумы после очередной трагедии, в которой погибли 7 человек. Последний случай в Калининграде принес нам смерть двух молодых девушек. Как найти управу на таких нарушителей? И почему врачи больше за профилактику и против радикальных мер? Узнаем в следующем материале выпуска. Штрафовать на сумму не меньше 100 тысяч рублей, пожизненно лишать прав или свободы. На срок до 15 лет. Вот такие радикальные меры на этой неделе предложили депутаты Госдумы, чтобы снизить смертность на дорогах по вине пьяных водителей. В Калининградской области по вине нетрезвых водителей погибло 13 человек. Еще 54 получили травмы различной степени тяжести. Эта статистика только за 8 месяцев с начала года. И по данным областной госавтоинспекции, количество таких аварий не уменьшается. От того человека, который оказался в итоге водителем БМВ, очень сильно несло спиртным. За рулем БМВ находился начальник ГУЧС Гуревского района. Как было установлено потом в ходе следствия, его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в Митсубиси. В машине ехала молодая семейная пара. От полученных травм супруги скончались прямо на месте аварии. Суд вынес решение об аресте обвиняемого в гибели Ирины Виталия Фроловых. Сначала на два месяца, потом на полгода. Сейчас он на свободе. Следствие пытается это решение протестовать. В дебаты и споры на этой неделе вступили и депутаты Госдумы. Там предложили в 20 раз увеличить штрафы для водителей, которые сели за руль пьяными. Еще одна радикальная мера – лишать пожизненно прав. Закон о конфискате автомобиля за езду в нетрезвом виде будет рассмотрен в ближайшее время. А за смерть одного и более человек может грозить срок до 15 лет. А что это два года сейчас? Он людей убил. Пожизненно. До расстрела. Вот. И лишение пожизненных прав, я думаю, да, это нужно. Потому что очень много вреда от таких людей. Даже, причем еще являются смертью из-за них. Ну, в принципе, деньгами, я думаю, не решить. То просто возрастет количество, скажем так, эквивалент взятки. Да? А вот срока, почему бы и нет? Я думаю, что правильно, так и нужно. О последствиях опасного пристрастия Владимир Евгеньевич Аменицкий знает из своей 40-летней медицинской практики. Пьяный за рулем – это и его контингент. И репрессивными методами, по его мнению, этой застарелой болезни не излечить. Даже это не остановит вал пьянства. Потому что вот тот, кто ехал за рулем на второй день запоя на хорошей машине, он знал, что он с его деньгами откупится. По медицинской статистике, на Барнаульскую сейчас чаще попадает особый тип нарушителей. На вопрос, зачем же вы же отдавали отчет в том, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, это даже видно невооруженным взглядом, это видно и тем людям, которые рядом с вами находятся, да. А они говорят, ну я же всегда садился за руль в таком виде и никогда ничего такого не происходило. То, что не видно невооруженным взглядом, покажет экспертиза. Каждый день врач-лаборант Ольга Лопатина делает до 40 анализов. Из 100% подтверждается сколько? 22. Куда выше процент по водителям, которые попались в состоянии наркотического опьянения. На верхах сначала решили дисциплинировать тех, кто злоупотребляет спиртным. Предложения депутатов в эти дни активно обсуждают и в интернете. Из 2000 опрошенных жителей России больше 80% респондентов поддержали радикальные меры для нетрезвых водителей. Мария Пустникова, Константин Казанцев, Служба новостей город. Благословения не давали. Русская православная церковь попросила не связывать ее с предвыборной кампанией. Поводом для такого заявления послужило распространение одним из кандидатов на нынешних выборов листовок, где он был изображен на фоне храма Христа Спасителя. По словам представителей РФЦ, в церковь стали поступать обращения прихожан. Люди спрашивали, какие отношения сложились у кандидата и богослужителя. В церкви поспешили откреститься от дел предвыборных. Это может вести, может быть, заблуждение избирателей. Они подумают, что раз он сутокился на фоне храма, видимо, человек верующий, значит, ему можно доверять, наверное, это особо. Опять-таки мы этого не можем запретить, не можем кого-то этим шантажировать, что мы там будем подавать суд или что-то еще. Это уже немножечко как бы так преувеличили, скажем так, СМИ. Накануне некоторые СМИ распространили информацию, будто церковь и вовсе потребовала у кандидатов не использовать в своих агитках изображения калининградских святынь. В РПЦ заявляют, никаких требований не высказывали, а обращались в адрес верующих. Кто покормит слона? В Калининградском зоопарке слониха по кличке Приголя осталась без опеки. Программа «Шество над животными» в Калининградском зоопарке действует уже давно. Любой желающий может взять под опеку зверя. Для этого необходимо внести пожертвования. В замену вы получаете не только чувство самоудовлетворения, но и можете поучаствовать в судьбе питомца. Расценки узнавала наша семечная группа. Цейлонский слон ищет друзей. Слониха по имени Приголя долгое время была под шефством калининградской компании. Все пожертвования шли на корм. Теперь она осталась без опеки. В зоопарке говорят, стать попечителем может любой желающий. К тому же шефство нужно не только слону. Обычный горожанин может выбрать себе любое животное, которое на данный момент неопекаемо, и взять его под свою опеку. Мы даем сертификат опекуна, делаем пропасть в зоопарк, если сумма опеки составляет от 5000 рублей. Также наши опекуны имеют право называть детенышей у родившихся животных, получают свежие самые новости о своих подопечных. У вольера также будет установлена табличка с именем и фамилией опекуна. Бегемот, бизон, кабан, пернаты – выбрать питомца по душе можно. Величина пожертвования напрямую зависит от рациона зверушки. И что немаловажно – от его аппетита. Самые скромные в этом отношении – птицы. Их прокормить может даже среднестатистическая калининградская семья. Любимцы, наверное, к публике – пеликаны розовые и кудрявые. Они рыбоеды, то есть едят рыбку. Ну и еще необычные обитатели, красивые – это розовые фламинго, у которых свой рацион питания. Им все перемалывают, перемеливают. Это обязательно креветки, свекла для того, чтобы цвет поддерживать, ну и другая пища. Чтобы прокормить этих гордых пернатых, хватит от одной до двух тысяч рублей в месяц. Часть животных уже сейчас имеют опекунов. Среди них как крупные компании, так и простые калининградцы. Тем не менее, список бесподшефных зверушек продолжительный. Так, например, взять под опеку слона обойдется примерно в 40 тысяч рублей. Жирафа – в 31 тысячу рублей. Бегемот хоть и ест раз в неделю, но в месяц проедает примерно 23 тысячи рублей. Даже если вся сумма неподъемная, можно пожертвовать половину или часть. Взять шерство можно над одним животным или над целым валиром. Здесь все зависит от возможностей вашего кошелька. Все собранные средства пойдут на конкретных животных, уверяют в зоопарке. Глеб Федотов, Дмитрий Казаков, служба новостей «Город». Стать звездой в Калининграде теперь это реально. Детский конкурс «Путь к звездам» продолжает набор маленьких калининградцев. Требования – возраст от двух до десяти лет, таланты в области пения, актерского мастерства или танцев только приветствуются. Остальное дело будет за профессионалами. Победителям организаторы обещают головокружительный успех. Я хочу стать звездой! Ребята новой школы будущего ждут своего звездного часа. У каждого из них есть любимое хобби. Все они учатся в одной школе и развивать их таланты им помогают педагоги. В каждом из них мы ищем и стараемся развивать те таланты, будь то пение, рисование, игра на каких-то музыкальных инструментах, вышивание, спортивные достижения. То есть вот-вот, такие наши замечательные дети учатся в нашей совершенно обычной сельской школе. Из ребят уже видно, кто сможет точно пройти конкурс и заняться серьезным обучением. Ведь для обучения участников конкурса «Путь к звездам» организаторы привлекают профессиональных деятелей шоу-бизнеса. «Моя Россия, мои друзья, дай Бог нам силы, мы вместе одна семья». Катя занимается вокалом с раннего детства. Ей всего 11 лет, но она точно знает, что хочет стать певицей. Еще одна номинантка – Настя. В свои 10 лет она без проблем играет сложные пьесы. В октябре пройдет главный кастинг, и 60 лучших ребят будут заниматься со звездами российской эстрады. На протяжении трех месяцев у участников будет прекрасная возможность развить свои таланты и познакомиться с профессионалами в актерском деле. И только трем победителям предоставится возможность сняться в клипе. Дети, которые не занимаются в музыкальных школах или каких-то дополнительных кружках, они все талантливы. И мы ищем эти таланты. Поэтому, пожалуйста, звоните нам, мы вас очень ждем. Для участия ребенок должен хорошо говорить, активно общаться с публикой и, конечно, уметь преподносить себя. Подробную информацию можно узнать по номерам, которые вы видите сейчас на своих экранах. 50 80 57. Телефон редакции. 91 94 04. Елена Кивенко, Назим Габибов. Служба новостей. Город. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Первым делом самолета стройка взлетной полосы Девау признана незаконной. Прокуратура настаивает на сносе еще не построенных домов. Здесь у нас представлен миндир легкого пикотинца, егерского полка. Панталоны со времен Наполеона. В Историко-художественном музее представили самое дорогое белье солдат эпохи Отечественной войны. Надеюсь, в следующем году будет еще лучше. Будет золотых не 4, а 5. Одной правой уложила всех соперниц с победой. И четырьмя золотыми медалями из Бразилии вернулась Александра Акаева. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире Первого городского служба новостей города и мы продолжаем. Разобрать до основания. Стройка на взлетно-посадочной полосе признана незаконной. Руководство аэродрома Девау будет настаивать на сносе того, что уже успели построить. Тем временем на самой стройплощадке работа хоть и не кипит, но все же ведется. На месте помывала наша съемочная группа. Мы строили, строили и наконец построили. Это выражение из известного мультфильма точно не относится к данной стройплощадке в Малом Исакова. Завершить здесь строительство многоквартирного дома строителям точно не удастся. Прокуратура признала стройку незаконной. В спорах вокруг строительства домов рядом с аэродромом Девау поставлена, если не точка, то твердая запятая. Прокуратура Гуревского района признала незаконным решение местной администрации о выделении земли под малоэтажное строительство. Речь идет про участок в поселке Мало Исакова, который вплотную прилегает к Девау. Для того, чтобы предоставлять земельный участок и строить на нем, нужно было получить согласование у собственника земельного участка и у организации, которая эксплуатирует указанный аэродром, чего сделано не было. В связи с этим прокурором района в Гуревский районный суд направлено исковое заявление о признании указанного постановления договора о аренде недействительном и сносе указанных строений. Все, что прилегает к его территории, считается особой приаэродромной зоной. Земля хоть и принадлежит Гуревскому району, решать, как ее использовать, можно только с согласия авиаторов. Пока по решению суда строительные работы должны быть остановлены. На самой площадке сегодня царила тишина. Людей на объекте оказалось немного, но работа все же ведется, пусть и такими малыми силами. В том, что стройка не остановлена, уверены и в региональной школе ДСААФ. Разумеется, ее можно наблюдать каждый день, то есть любой желающий может подойти, руководить этим процессом прораб. Так что я могу с уверенностью сказать, что такое идет скрытое, с игнорированием тех требований и указаний со стороны застройщика. Стройка, которая, по мнению руководства авиаклуба, ставит под угрозу само существование аэродрома, началась в начале лета. До того, как на ситуацию обратили внимание надзорные органы, строители успели возвести первый этаж одного из шести домов. Все это время на заборе висела эта информационная доска. Застройщик указал даже контактный номер телефона. Только на том конце провода ответа можно не ждать. Извините, номер не существует или набран неправильно. Руководство ДСААФ рассчитывает на полный снос того, что уже построили, в надежде, что в будущем посягательств на приаэродромную территорию не будет. Это уберет, скажем так, основания для спекуляции в дальнейшем. Вы же поймите правильно. Можно построить дом и рядышком прорубить, можно сказать, просеку для взлетового посадка самолета. Но что значит, в 100 метрах будет жилой дом, детские площадки и летать самолеты. Тем не менее, подводить итоги еще пока рано. Свой вердикт по делу должен вынести суд. Его решение и станет точкой в этой истории. До зимней Олимпиады в Сочи осталось 500 дней. По всей стране начали официальные отчеты, тотальную подготовку. А калининградские медики тоже готовятся к зиме и новой эпидемии. Более подробно об этом и другом узнаете в нашей постоянной рубрике короткой строкой. Вакцинация против гриппа началась. В регион уже поступило 11 тысяч доз препарата Грипппол+. Эта новая вакцина предназначена для детей дошкольного и школьного возраста. Для взрослых калининградцев препараты привезут в октябре. До ноября планируется привить 155 тысяч человек. Не хочешь работать? Плати деньги. Сенат выступил с новым предложением для студентов, бюджетников и целевиков. Если государство полностью оплачивает учебу студента, то получив диплом, он должен идти работать по специальности. То есть туда, где его ждут. Будь то сельская школа или больница. А в случае отказа студенту придется вернуть деньги в УЗУ. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации запустила онлайн-сервисы. Теперь каждый может найти свой участок и себя в списке избирателей. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ЦИК и направить запрос. Напомним, 14 октября в Калининграде пройдут выборы главы города. В Калининграде на базе наркологического диспансера по улице Барнаульской 6А открылся пункт помощи для наркозависимых «Тайм». Работа осуществляется в будни с 10 утра и до 5 вечера. Социальные работники и психологи проконсультируют бесплатно по вопросам лечения и профилактики этого тяжкого заболевания. До первых в истории страны зимних Олимпийских игр в Сочи осталось 500 дней. К этой символичной дате Оркомитет представил официальный слоган «Игр жаркие, зимние твои». А в 15 городах России прошли массовые флэш-мобы. Более 12 тысяч участников построили гигантские пазлы в виде пиктограмм с изображением олимпийских видов спорта. Курсы валют на 26 сентября. Доллар США – 31,16 рубля, евро – 40,20 рубля, литовский лит – 11,66 рубля, польский злотый – 9,71 рубля. Калининградская спортсменка привезла с чемпионата мира по армрестлингу четыре золотых и одну бронзовую медаль. Международные соревнования проходили в Бразилии. И чтобы стать первой, Александре Акаевой пришлось встретиться с давними противниками. Трудно ли далась победа и как этот вид спорта помогает жизни, узнаем в следующем материале выпуска. Надеюсь, в следующем году будет еще лучше. Будет золотых не 4, а 5. Эти медали – лишь 20-я часть от всех наград Александры Акаевой. Спортсменка из Балтийска известна теперь на всю планету. На чемпионате мира, который прошел с 10 по 15 сентября в Бразилии, она показала лучшие результаты. Уже третий год чемпионка занимается в Калининграде. И тренер более чем доволен своей подопечной. Характер очень боевой, и она никогда не уступит. Даже боли у нее, она все равно идет, борется. Мы в этом году, в начале года, сразу получили травму сильную правой руки. И она вот с этой травмой весь год сейчас борется. И залечили, конечно, естественно. И вот сейчас уже она в этом году, наоборот, на правой даже лучше отборолась, чем в конце года. Травму Александр получила на чемпионате области. Порвало сухожилия правой руки. Как признается, уже не рассчитывала на Бразилию. Но упорные тренировки и сила характера пересилили боль. И травмированной рукой она завоевала два золотых и одну бронзовую медаль. Правда, пришлось схлестнуться с давними соперниками. Всегда для меня были сильными соперницами из Швеции. Две сестры борются со мной в одной категории. И вот, наверное, главная соперница, которая сейчас на данный момент у меня. И еще была сильная соперница из Польши, с которой у нас тоже пришлось долго побороться. Не один поединок, но я выиграла. Сейчас чемпионке по армспорту нелегко. Учебу на пищевого технолога трудно совмещать с тренировками. Но впереди новая схватка, чемпионат в Польше. К тому же в новой возрастной категории от 18 и старше. А это значит, что в этот раз на золото будут претендовать сильнейшие армрестлеры Европы. И придется серьезно побороться. Елена Кивенко, Полина Степанюк, Виктор Бузин, Служба новостей город. Бесценные реликвии 1812 года привезли в Калининград из Санкт-Петербурга. 200 экземпляров, стоимость которых достигает сотни тысяч рублей за штуку, в среду увидят посетители Историко-художественного музея. Орудия, картины, формы солдат разных стран и даже папка, которая принадлежала самому Наполеону. Все это сохранилось в первозданном виде. Но подробнее расскажет Полина Степанюк. Здесь у нас представлен дир легкого пехотинца, егерского полка. Сложились в траву, как бы высокую. Когда кавалеристы ехали, когда они его видели, они просто снизу вверх у него стреляли. Эта летняя форма из сукна со времен Отечественной войны сохранилась почти в идеальном состоянии. И таких реликвий на выставке почти две сотни. Все они датируются военными событиями 1812 года и заграничными походами 1813. Сюда мы привезли все мундиры из фондов. У нас очень хороший реставрационный отдел. То есть постоянное наблюдение, там контроль температуры, контроль состояния, там реставрируют и ткани, и живопись. Очень у нас сильная школа в музее, реставрация живописи. И в принципе и оружие тоже очень сильное, вот постоянно как бы под контролем. Внимание привлекает оружие этого времени. Сабли, ружья и даже ножи остались как от российских солдат, так и от французских в качестве трофеев. А эту пушку, кстати, в натуральном размере русской армии подарил офицер в отставке. Снабжением войск занималось не только государство. Обязательно как бы патронная сумма. Это ранец, в котором носилось свое имущество, скатка, шинели, то есть на голове кивер, как бы мундир. Обычно две пары штанов, то есть летние и зимние. В качестве примера представлена и форма наполеоновских солдат. Головные уборы, украшенные конскими волосами, их главная отличительная черта. Российские кивера, фуражки и каски, в свою очередь, отличались цветом. Много красной ткани и надписи, например, за отвагу. Все экспонаты выставки бесценны. Ружья, пистолеты и даже некоторые предметы одежды подлинны. Вот, например, вот эти шерстяные панталоны русского солдата спустя 200 лет оцениваются в 100 тысяч евро. Не меньше стоят и музыкальные инструменты. Действительно бесценным на выставке является бювар, принадлежащий Наполеону. По некоторым данным, именно в этой папке император Франции держал важные документы войны. Познакомиться с историей 1812 года можно и по картинам и карикатурам художников-баталистов. Выставка продлится до 10 апреля будущего года, где, кстати, представят и юбилейные монеты к 200-летию Отечественной войны. Полина Степанек, Дмитрий Казаков, Служба новостей «Город». На этом все. Если вам есть что рассказать городу или вы стали очевидцем интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канал 1собакамейл.ру. И я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем официальном сайте 1городскую.ру. Также вы можете увидеть онлайн-трансляцию телеканала. На студии была Виолетта Гришина. Всего доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин